Открытый телеканал представляет Есть такая еврейская притча, очень красивая, по-моему. В городе богатые люди нанимали человека, чтобы тот присматривал по ночам за их собственностью, ну, за их большими богатыми домами. Поздно вечером мудрец повстречал такого сторожа и спросил его, на кого ты работаешь? Сторож ответил ему и в свою очередь спросил, а ты на кого работаешь? Эти слова пронзили мудреца в самое сердце. И он ответил грустно, оказывается, я ни на кого не работаю. Потом они долго прохаживались, говорили, и он говорит сторожу, этот мудрец, не поступишь ли ко мне в услужение? Готов платить тебе сколько скажешь. Охотно, но что мне надо будет делать, спросил сторож. Напоминать мне, сказал мудрец. Да, это верно. То есть вопрос у меня такой, даже мудрец требует, чтобы мы напоминали, что есть тот, на кого ты работаешь? Конечно, именно поэтому он считается мудрецом. Что есть у него вроде бы все, кроме самого главного. Что он не связан добрыми узами со всеми остальными. Понятно. Но он еще говорит, на кого работаешь. То есть он не то, что забывает, а он все время должен помнить, что он работает на творца. Да. А вот скажите, пожалуйста, он сказал, я заплачу сколько скажешь. За это можно заплатить сколько скажешь, чтобы тебе все время напоминали. Но это самое главное. Ведь только таким образом ты зарабатываешь, если можно так сказать, на свое настоящее богатство. Если ты не теряешь связь. Да. Если ты постоянно увеличиваешь связь с творцом, работаешь на это. А скажите, а возможен такой вариант, что ты все время находишься в этой связи, не теряешь ее? Или все-таки должны быть эти нырки? Потери, выход, вход? Выход и вход обязаны быть все время. Отключения должны быть, потому что иначе не будет обновления связи между человеком и творцом, через других людей. И поэтому мы находимся в постоянном таком старт-стопном движении. Да. Это и говорится поэтому, ибо вечер и было утро, да? Да, да, да. То есть вечер это моя потеря связи с высшим, да? Специально, которая идет свыше. А, то есть она идет даже свыше? Конечно. То есть это высший? Да. Это называется пробуждение свыше. А снизу должно прийти возбуждение снизу, которое бы подтолкнуло человека к молитве, к просьбе и так далее. Вот по этой притче получается, что возбуждение снизу, оно может прийти только с какой-то связью, со сторожем, с другим человеком, который напоминает. Вот именно поэтому и сказано в притче, что он напоминает. Чтобы напоминали мне? Да. То есть я сам не могу вот эти вот движения делать вот так постоянно? Никак. Это интересно. Все-таки праведник, мудрец, цадик. Он поэтому и праведник, и мудрец, и цадик, потому что он знает себя, свое состояние, и как он может удержаться на своем уровне. Понятно. Только если мы будем напоминать об этом. А другой скажет, что да, я все нормально, я с ним в полной связи, и все хорошо. Да, да, да. Это уже... Это наоборот. А наоборот. Можно сказать, что это уже грешник, который так говорит? Да, потому что праведник – это тот, который оправдывает Творца за то, что он создал наш мир не таким совершенным, а оставил человеку место для совершенствования. А грешник считает, может быть, даже мир абсолютно совершенным, совершенным. Все наоборот. Человечество думает совсем по-другому. Да. То есть грешник – это тот, который говорит, создано все прекрасно, все в полной связи и так далее. И он грешник. Да. Да. Вообще. А праведник говорит, все создано прекрасно, потому что мне оставлена работа. И я таким образом могу поднять этот мир.